МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Уральске планируют сжигать нефтяные отходы. Такой проект представлен на утверждение в Департамент экологии. Ряд нарушений при использовании государственной символики был обнаружен в Уральске. Об этом стало известно на 16-й очередной сессии Уральского городского маслехата. Я объявил вам выговор, и это равносильно освобождению от должности. Такое заявление президент Назарбаев сделал главе Минэнерго Бузумбаеву. В свою очередь министр энергетики заверил президента Назарбаева, что в следующем году рынок Казахстана будет обеспечен высококачественным топливом, и в том числе и авиационным. И тогда страна уже не будет зависеть от импорта ГСМ из России. Сегодня тема бензина рассматривалась на самом высоком уровне. Еще в мае месяце вы подписали график ремонтов НПЗ и знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт, сказал президент Казахстана. Каждый год происходит подобное. Раз об этом знали, то должны были подготовиться и завести соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было, отметил лидер нации. Было предложено отменить государственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. Однако на рынке снова нехватка ГСМ, заключил Ельвасе. По предложению правительства я объявил министру выговор. Вообще это чрезвычайная ситуация. Президент объявляет министру выговор. Равносильность освобождения от должности. Поэтому как такая ситуация может сложиться, я хотел бы знать. Другие вопросы не решаются, к сожалению. Спорим с Карачаганаком, что будем делать дальше. Канад Бозумбаев доложил президенту Казахстана о ходе работ по модернизации заводов. А Траусский НПЗ предлагается завершить до 16 декабря. Здесь впервые будет использована установка каталитического крекинга, сказал министр энергетики. Это один из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти. Основное достоинство процесса – возможность перерабатывать различные нефтяные фракции. Кроме того, это дает возможность для приготовления бензинов согласно последним нормам Евросоюза – Евро-4 и Евро-5. В следующем году мы полностью себя сможем обеспечить горючими свадочными материалами и бензином. Значит, в первом полугодии мы начнем обеспечивать себя полностью высокооктановым бензином и дизельным топливом. И начнем, наконец, авиационным топливом обеспечивать. До настоящего времени у нас до 30% по бензинам завозилось и по импорту. Где-то процентов 10-15 по дизелю завозилось. И более 50% мы импортировали авиационное топливо. Теперь эта зависимость в следующем году будет снята. И вот то, что модернизация, которая несколько затянулась, она будет завершена полностью в следующем году. В общем, вот это вот упущение большое, это касается всего правительства. Я предупредил и премьера Сарантаева, что его вина тоже есть. И ты своей работой подвел правительство. Принимайте мир и в следующий раз будет более строгий подход. Напомним, на заседании Кабмина глава Минэнерго Базумбаев напугал казахстанцев и сообщил, что литр самого ходового 92-го бензина будет стоить 220 тенге. Журналисты спросили тогда главу Минэнерго, не подаст ли он в отставку. Базумбаев ответил, что его судьба находится в руках президента. Следом, мажористмены начали писать запросы. А депутат Айхан Холмаров назвал модернизацию НПЗ неправильным решением и предложил построить четвертый НПЗ. Но некоторые эксперты полагают, что строительство четвертого НПЗ абсолютно не нужно, так как для него даже не найдется нефти. Ведь сырую нефть инвесторам выгоднее продавать за рубеж. Баужанша Ахмед, Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны, при поддержке ТРК президента. Не брать под стражу за экономические преступления. Такое предложение в мажористе сделал замгенпрокурора Ахмеджанов. Депутатам представили проект закона по вопросам модернизации процессуальных основ предпринимательской деятельности. Также в генпрокуратуре не исключает возможность, что госслужащим вновь разрешат пользоваться смартфонами на рабочем месте. И главное, адвокатам Казахстана расширит полномочия. Адвокатскую деятельность ожидают реформы. Сейчас при высоких гонорарах в Казахстане нет гарантии качества услуг. В стране для того, чтобы стать адвокатом, кандидат должен официально заплатить около миллиона тенге и преодолеть множество бюрократических препонов. В то же время, несмотря на большое количество выпускаемых из вузов юристов, в стране существенно не хватает адвокатов. В итоге это приводит к тому, что население не может получить качественную юрпомощь, либо платит за нее в три дорога. Минюст предложил снизить первоначальный взнос за вхождение в профессию в два раза. Эта мера должна привести к росту числа адвокатов. Однако инициатива Минюста по резкому сокращению адвокатских взносов пока только и осталась инициативой. Зато есть возможность расширить полномочия адвокатов. Расширяется полномочия адвокатов. Сегодня мы, если вы знаете, раньше, как мы говорили, они могли ходатайствовать только на значении экспертизы, а сейчас мы расширяем их полномочия. Адвокат может ходатайствовать о сборе доказательств. Кроме того, свои доказательства предоставляет для приобщения к материалам уголовного дела. Чтобы обеспечить население доступными юруслугами, в Казахстане намерены внедрить практику пробона. Это мировая практика, когда адвокаты ежегодно определенное количество часов бесплатно оказывают юруслуги населению. В первую очередь, социально уязвимым гражданам. Сейчас государство тратит на так называемых бесплатных адвокатов миллиарды тенге в год. Зато теперь адвокаты смогут через судью заставить следователей проводить нужные им осмотры, обыски, эксгумации и другие следственные действия. Но пока они могут только инициировать экспертизу и выемку. И то ждут, пока следователь даст им отказ. И сегодня мы говорим обмен доказательствами. Обмен доказательствами что означает? Если, значит, в ходе у адвоката есть непровержимые данные, что его клиент невиновен, что или имеются у него на руках доказательства о его невиновности, которые получены им, он это предоставляет при обмене доказательствами, и ему дается процессуальная оценка. Замген прокурора Ахмеджанов признал, что многие следователи в конце расследования забывают, по какой статье они его возбуждали, регистрировали и расследовали. К сожалению, дела по особо тяжким преступлениям расследуются по нескольку месяцев, и в итоге выходит, что подозреваемого осуждают за халатность или по другим основаниям. Чтобы этого избежать, вводится информационная система Замглак, которая позволяет отслеживать все сведения по регистрации. Если следователь привлек человека по одной статье, но не было доказательств, то следователь должен будет отвечать по каждому факту. Ряд нарушений при использовании государственной символики были обнаружены в ходе проверки. Об этом стало известно в ходе 16-й очередной сессии Уральского городского маслехата. Подробнее о нарушениях и о том, как изменится поселок Руглозерное, в ближайшее время смотрите в следующем сюжете. Одним из вопросов на повестке дня стало соблюдение требований закона по использованию государственных символов в госучреждениях Уральска. Так, в июле-августе текущего года уральским городским отделом внутренней политики была проведена проверка, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. В основном нарушения связаны с несоответствием новому стандарту государственных символов. Так, на зданиях городского и областного акиматов использовался герб старого образца. На большинстве зданий государственных органов государственный символ соответствует утвержденным стандартам и освещается ночное время. Вместе с тем были зафиксированы некоторые недостатки. Так, к моменту мониторинга отсутствовал государственный герб на здании территориального департамента казначейства, но этот факт был своевременно исправлен. Также государственные флаги и государственный герб расположены на зданиях департамента юстиции, областного суда, департамента внутренних дел не были освещены на чёмное время суток. По итогам мониторинга были даны замечания и рекомендации соответствующим государственным органам по соблюдению правил применения и размещения государственных сил в Республике Казахстан, которые были своевременно исполнены. Также на сессии озвучили приятную новость для жителей поселка Круглозерное о том, что их населенный пункт в скором времени значительно изменится в лучшую сторону. Изменения направлены на улучшение комфорта и удобства жизнедеятельности населения. Село Круглозерное, как отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Уральск Тимир Булат Шакержанов, имеет хорошие перспективы для развития. Так предусматривается увеличение строительства жилых домов, трех детских садов и одной школы. Мы сегодня на мыслях и на сессии утвердили генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки поселка Круглозерное. В северной части села есть несанкционированное ТБО и скотомогильники, поэтому у них большая санитарная зона. В ту зону, в которую попадает санитарная защитная зона, там будут располагаться складские помещения. И обязательно дошкольное учреждение, одна школа, три детских сада. Согласно нормам градостроительным, на такое расчетное количество территорий обязательно предусмотрены зоны, общественные деловые зоны, соцкультбуд, физкультурно-здоровительные центры, аптеки. Ну, в общем, все, что нужно по нормам. Планируется осуществить все намеченные работы в ближайшие два года. Сергей Уланов, Мирблад, Джигапаров, Александр Гороберев, ТДК-42. Ночью 15 октября на автодороге Бурлин-Аксай произошла авария, в результате которой погибли два человека. Еще трое получили ранения. Об этом сообщили в местной полицейской службе. Водитель автомобиля «Лада» 14-й модели выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Шаран». Расследование дорожно-транспортного происшествия ведет Бурлинский районный отдел внутренних дел. Водитель автомашины «Лада» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир данной автомашины 93-го года рождения с достаточно серьезными травмами был доставлен в город Аксай. Водитель автомашины «Шаран» с закрытым переломом бедра также был госпитализирован. А пассажир данной автомашины от полученных травм также скончался на месте происшествия. В Уральске обнародовали планы по сжиганию на полигоне отходов нефтепроизводства. Об этом сообщили в департаменте экологии. Сюда поступил проект ТОБАТЭС ЭКООРТОЛОГЭ для проведения экологической экспертизы. Выяснилось, что предприниматели планируют утилизировать нефтешлам в трех километрах от поселка Зачиганск, который и так задыхается от близости полигона твердобытовых отходов. Как выяснилось в департаменте экологии, ТОБАТЭС ЭКООРТОЛОГЭ и ТОГРИНАКСАЙ принадлежат одному владельцу. В отношении руководства ТОГРИНАКСАЙ имеется приговор по уголовному делу по фактам незаконного размещения нефтеотходов на землях сельхозназначения. Новый проект предусматривает уничтожение отходов на бывшем полигоне по хранению токсичных отходов. Он находится в трехстах метрах от городской свалки. Они планируют в будущем, после получения разрешения сжигания, утилизации путем сжигания 40 тысяч тонн нефтеотходов на 2018 год. И предоставили заявку на 10 лет. То есть ежегодно по 40 тысяч тонн, это 400 тысяч тонн отходов производства. Нефтешламы, нефтезагрузненные грунты, грунты, содержащие после очистки нефти. По данному проекту было принято решение направить в городской Акимат для получения дополнительной информации письмо для объективности этой ситуации. В поселке Зачиганск уже проживает порядка 50 тысяч человек. Эти люди на себе чувствуют близость полигона ТБО. Его уже передавали в управление частным компаниям. Но ничего хорошего из этого не вышло. Территория городской свалки практически не огорожена. Поэтому здесь хозяинчик, кто хочет. Мы находимся на городской свалке. Полигон твердобытовых отходов уже переполнен. Ему несколько десятков лет. И по словам представителей исполнительных органов, он уже давно нуждается в модернизации. Полигон твердобытовых отходов был построен в далеком 1975 году. Тогда его территория находилась далеко от жилых домов. Но с каждым годом город приближается к свалке все ближе. Люди уже устали от опасного соседства. Взяв доверительное управление компанией, на тот момент обещало, что этот полигон будет перенесен на 8 километров от города. Но этот полигон, они не сделали свои обещания. Они обещали этот мусор не поджигать. Но они до сих пор этот мусор поджигают. И сейчас, видите, на данный момент этот мусор горит. При поджигании этого мусорта все ядовитые вещества, без класса 4 и 3, поднимаются на 70 сантиметров над землей. Что является особо опасным для детей 4 лет. Не говоря уже асматикам, сердечникам и больным людям, которые на этой территории проживают. Судьба проекта по сжиганию нефти отходов будет решена в ближайшее время. Роман Копняев, Мирбуладжи Гипаров, Александр Грабарев, ТДК 42. С третьей попытки в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западной Казахстанской области вынесли вердикт по делу о жестоком убийстве. Это был третий по счету процесс, в котором на скамье подсудимых оказались 22-летний Алексей Калашников и его 33-летний отчим Алексей Хватов. Суд установил, что 9 февраля 2016 года подсудимые сначала избили 45-летнего Берика Яманова, затем облили его горючим и подожгли. Мужчина скончался в больнице. Сегодня в суде вынесли новый приговор. Алексею Хватову назначено 15 лет лишения свободы, а Калашникову – 18. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Водитель авто насмерть сбил троих работников скорой помощи в Кустанайской области. Двое скончались на месте, третий умер в реанимации. После наезда 23-летний водитель хотел сбежать с места ДТП, но его задержали полицейские. На месте погибли двое мужчин, третий умер в больнице. Врачи пытались сделать все возможное, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшими оказались работники скорой помощи, проводится досудебное расследование. В Кустанайской области полицейские спасли из пожара женщину и троих детей. Автопатруль Кустанайской области находился на охране порядка на автодороге с сообщением Кустанай-Аулия-Коль. Около 4 часов утра стражи порядка увидели, что в поселке Аман-Карагай горит частный дом. Напарники проехали к горящему дому и сразу же вызвали на место происшествия пожарных. К тому времени огонь уже перекинулся на кровлю дома, заблокировав выход жильцам. Из дома доносились крики детей. Тогда полицейские приняли решение эвакуировать жильцов самостоятельно. Вместе они вынесли на руках детей и их мать. По словам спасенного ребенка, в тот день они топили баню. Скорее всего, пожар возник по этой причине. Половина дома, к сожалению, сгорела. В Уральске продолжают избавляться от воздушных электролиний. На трассе Уральск-Подстепное в сторону аэропорта были демонтированы железнобетонные столбы и заменены на современные опоры освещения. Старые столбы тоже пошли в дело. Их установили на улице Доповская, которая недавно была отремонтирована. Совсем скоро здесь появится электрическое освещение. Ведутся работы по установке освещения переноса воздушной линии на подземную кабельную линию улицы Сарайшек от улицы Даумова до улицы Петровского. С демонтированных опор мы также устанавливаем опоры освещения на улицу Доповская от путепровода ДП до путепровода 2-й базы. Также будут рассматриваться и другие варианты улиц освещения. До конца октября у западоказахстанцев будет возможность покупать овощи, фрукты и мясо по ценам ниже рыночных. Такую возможность представляет Аким от области. В Уральске продолжает работу сельскохозяйственная ярмарка. Цены и качества товара контролирует Аким область Алтай Кульгинов. На поле ваши были, там у вас технолог хороший с Украины, да? Контролировать ход ярмарки, стоимость и качество продукции Аким области приходится лично. Объем и ассортимент продукции зависит от того, как потрудились летом крестьянские хозяйства. Сельскохозяйственная ярмарка на сегодняшний день – единственная возможность для граждан приобрести натуральные продукты по доступным ценам. И вся продукция, предоставляемая предпринимателями, должна быть на самом деле приемлемой для граждан. Покупатели признаются, что с той поры, как открылась ярмарка, наступление субботы ждут с нетерпением. Помидоры, лук и перец – все покупаем понемножку. Пенсионеры, а кому много надо, они берут мешками. А мы вот, я взяла немного, мне и то хорошо. Вполне довольны и продавцы, ведь с утра до обеда им удается реализовать практически весь товар. Хочу еще сказать большое спасибо, кто это придумал вообще. Цены здесь, я думаю, пониже, чем на рынке. Ну, именно точно за картошку, ни за что там сказать, я не могу. Там вот лук – 70 тенге, допустим, здесь лук – 70 тенге, тыкву – 50, свекла – 60-50, капуста – точно так же. По данным управления сельского хозяйства, на сегодняшний день в области проведено уже 183 ярмарки. Процент сбыта у местных товаропроизводителей значительно увеличился. Это дает стимул к дальнейшей поставке продукции. Ярмарка проводится в областном центре в двух местах. Это Зачиганский, в областном центре, а также проводился в девятом районе Елиреса. В ярмарке представлены все товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители. Здесь у них возможность прямую, без посредников, потребителям реализовывать свою продукцию. Ярмарки работают по субботам и воскресеньям с 9 утра до 13 часов дня. Жители города отмечают, что им хотелось, чтобы в дальнейшем сельхозтовары стали доступными во всех районах города. Марина Горбук, Ербова Маншина, Рустам Жумашев, ТДК-42. Национальная гвардия только для настоящих мужчин. В этом уверены специалисты воинской части 55-17. С целью знакомства с армией сотрудники части совместно с Молодежным ресурсным центром организовали День открытых дверей. На мероприятие пригласили учащихся школы и студентов колледжей. Детям продемонстрировали силу местной армии и показали, как живут солдаты. День открытых дверей для школьников, пожалуй, единственная возможность увидеть армию изнутри. В первую очередь будущих солдат привлекает специализированная военная техника. Оснащенная необходимым оборудованием, сегодня одна используется вместо привычных БТР. Разумеется, никуда здесь без строевой подготовки и навыков правильного обращения с оружием. Все это вырабатывает у солдата скорость, внимательность, правильную тактику в бою. Цель акции, прежде всего, это патриотическое воспитание, нравственное воспитание. Мы познакомим детишек с бытом военнослужащих национальной гвардии, это солдат по призу. Также покажем территорию части, покажем технику, технику боевую, которая стоит на оснащении национальной гвардией. Немало зависит и от четвероногих бойцов. Специалистки НОК со своим верным спутником, служебной собакой по кличке Рекс, продемонстрировали задержание преступника. Во все времена было на службе и место искусству. Военный оркестр части 55-17 продемонстрировал музыкальные номера. В ходе экскурсии ребятам удалось заглянуть и в солдатские казармы. Чистота в помещении, идеально заправленные кровати, показатель порядка в роте. Мы на таких мероприятиях побывали первый раз. Мне понравилась собака, как она выполняет свои обязанности. Организаторы мероприятия отмечают, что дни открытых дверей необходимо проводить как можно чаще. Ведь только они наглядно могут показать, насколько важна служба в армии. Марина Горбук, Мирбуладжи Гипаров, Александр Грабурев, ТДК-42. Порядка 10 тысяч деревьев планируют высадить в Уральске за текущий осенний период. Акции по высадке саженцев на территории города проводят еженедельно. В мероприятиях активное участие принимают все жители города. Присоединяются студенты, школьники, а также депутаты городского и областного маслехатов. В ходе последней субботней акции организаторы рассказали, каким породам деревьев отдают преимущество и какие районы еще нуждаются в озеленении. Озеленение – одна из первых задач, стоящих в рамках благоустройства города. Только в минувшие выходные на территории города высадили 400 саженцев. 100 из них – сирени и еще 300 – деревья хвойных пород. Приобретение каждой ели, по словам заместителя Акима города, обошлось в среднем в 5-7 тысяч тенге. Строятся новые микрорайоны, в сегодняшний день закончено асфальтирование. К примеру, уже необходимо озеленение данных участков. Вот улица номер один, перед ассамблеей, Салтна-Царай. Здесь мы высаживаем наши ели и сирени. Также в рамках президентской программы в текущем году отдельные акции по посадке деревьев планируется провести 21 и 26 октября. По Западно-Казахстанской области организаторами выступят представители областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Всего по области планируется посадить 28 тысяч штук саженцев, в том числе 13 тысяч 450 саженцев. Это хвойные насаждения будут. Уважаемые жители нашего города, также нашей области, призываем всех принять активное участие в данной акции. Кроме того, 26 и 27 октября на рынке Ели-Россе планируется провести ярмарку, в ходе которой все желающие смогут приобрести саженцы деревьев по доступным ценам. Марина Горбук, Ербу Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК-42. В обеспечении чистоты на улицах города и за его пределами должен принимать участие каждый гражданин. В этом уверены участники акции, которые очистили от мусора территорию в районе карьера. Борцы за чистоту призывают все население к сохранению природы от грязи и мусора. Очистить территорию всеми любимого карьера собралось порядка 250 студентов вузов и колледжей Уральска. Организатором акции по обеспечению чистоты выступил отдел внутренней политики совместно с Ассоциацией молодежи. Как рассказали борцы за чистоту, такое мероприятие проходит уже третий год подряд. Участники акции выражают мнение, что это, несомненно, положительно повлияет на состояние окружающей среды. Сегодня мы собрались вместе, чтобы привести в порядок территорию карьера, которая, как всем известно, является излюбленным местом отдыха для горожан в летний период. Но купальный сезон уже закончился, и вследствие этого мы решили тут убрать мусор, чтобы на будущий год приехавшие сюда люди видели, как тут чисто, и не мусорили, тем самым поддерживать чистоту окружающей среды. Уральск по праву называют одним из самых чистых городов Казахстана. Во многом этот статус городу достался благодаря именно таким мероприятиям. Участники акции обращаются ко всем жителям города и области с призывом сохранить чистоту нашего общего дома. Подобные мероприятия помогают задуматься о состоянии окружающей среды. Действительно, в настоящее время не каждый убирает за собой мусор после отдыха. Этим субботникам мы хотим привлечь внимание общественности к состоянию окружающей среды и дать понять, что каждый должен принимать участие в сохранении чистоты окружающей нас природы. Кроме этого, помимо самого субботника, студенты, организаторы и все участники смогли с пользой провести время на свежем воздухе, участвуя в различных играх и состязаниях. Сергей Уланов, Айбулат Джигапар, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова